Как деньги стали деньгами. Ты отдал продавцу несколько монет и получил этот диафильм. Ты можешь также получить книгу, карандаш, одежду и много других вещей. За деньги тебя повезут на поезде, пропустят в кино, перешлют твое письмо. Откуда же у денег такая сила? Прежде ответь на другой вопрос. Похожи друг на друга эти вещи? Правильно, совсем не похожи. Но есть в них оказывается невидимое сходство, в каждую из них вложен человеческий труд. Люди нуждаются во многом, но всего сам не сделаешь. Как же быть? Меняться. Так и поступали с давних времен, когда еще не было денег. Пастухи давали гончарам овец, а взамен получали глиняные горшки. Земледельцы меняли зерно на шерсть и кожи. Но странно, почему за одну пустую бочку давали два топора, за крошечную жемчужину быка, за горсть пороха слоновый бивень. Что значит, дешевая вещь, дорогая вещь. Чем больше вложено труда в изготовление, поиск и добычу предмета, тем он дороже. Поэтому ведро куда дешевле трактора. Жемчужину создает природа. Но сколько приходится нырять на дно, прежде чем найдешь хоть одну. Длину измеряли шагами, жидкость ведрами, горшками, бочками. А ценность вещи. Очень давно люди почувствовали, нужен такой товар, с помощью которого можно было бы оценить любой предмет. Деньги и стали таким товаром. С деньгами и обмен стал проще. Скотоводу нужны бочки для масла. Он не ведет овцу к бочару, а отдает ее любому, кому нужны шерсть, мясо. Взамен получает деньги, а потом, когда захочет, купит на них бочки. Какие только предметы не были деньгами, и раковины, и шкуру зверей, и скот, и зерно, и собачьи зубы, и камни, все не то. Больше всего для этой цели подошел металл. Он не портится. Высоко ценится, как товар. Древние деньги совсем не похожи на современные. Куски металла, топоры, ножи, наконечники стрел, кольца. Такими были первые металлические деньги. Постепенно деньгам стали придавать специальную форму. В Америке ходили медные слитки в виде буквы Т, в Африке куски железа, похожие на подкову. В Камбодже железные ромбики. Лучшим металлом для денег оказалось серебро и особенно золото. И серебро, и золото редкий металл, и их трудно добывать. Поэтому они высоко ценятся. Они не портятся, красивы. За них охотно отдают любой товар. Первые металлические деньги делали на глазок. На рынок ходили с куском золота или серебра, с молотком, зубилом, весами и гирями. Нужно уплатить за товар. Отрубят кусок, взвесят, мало еще добавят, много отрежут. Наконец догадались заранее изготовлять куски определенного веса. Но все равно весы несли на рынок, чтобы проверить вес куска. Кто-то придумал ставить на деньгах свое клеймо пробу. Поставил клеймо, значит поручился своей честью, что деньги сделаны из чистого металла и имеют известный вес. Так появились клейменные деньги монеты. Но назвали их монетами гораздо позже. По преданию древних римлян, это название дано по имени богини Юноны монеты, покровительницы торговли. В храме, воздвигнутом в ее честь, римляне чеканили деньги. А самую первую монету считали римляне, сделал бог изобретений двуликий Янус. Поэтому-то на древних римских монетах его изображение. Первые монеты были неправильной формы, грубо сделаны. Этим пользовались нечестные люди. Отрубали от каждой понемногу и отливали из обрезков новую монету. А старые так избывали испорченными. Первый рубль появился в России в 13 веке. Это был обрубленный кусок серебра весом 200 граммов. Немало времени прошло, пока он превратился в монету. Первый рубль появился в России в XIII веке. Это был обрубленный кусок серебра весом 200 граммов. Немало времени прошло, пока он превратился в монету. Первая копейка на Руси появилась в 1534 году. На серебряной монетке величиной с арбузная семечка был изображен всадник с копьем, поэтому монету называли копейной, а позже просто копейкой. В старое время ходило множество разных монет. Литых чеканных, слитков с клеймом, рубленных кусков металла, настоящих и фальшивых. Легко было и запутаться. Тогда появились Менялы. Они выседали за столом банка, на базаре, на городской площади, а то и в храме. Помогали оценить деньги, подсчитать, сколько платить за покупку, обменивали одни монеты на другие, крупные на мелкие. Но за все брали плату. Позже Менялы стали принимать деньги на хранение, перевозить по поручению владельца под конвоем. Принимая деньги, Менялы записывал имя владельца и сумму в особую книгу. Менялы с их банка постепенно превратились в банкиров. Принимая вклад, банкир выдавал особый бланк-чек. Чтобы получить из банка деньги, достаточно было вернуть банкиру чек, написав на нем нужную сумму. Получать мог кто угодно, чеками расплачивались как деньгами. Так бумажки заменили металлические деньги. Это навело на мысль серебро и золото сложить в кладовую банка, оценить. И на эту сумму выпустить бумажных представителей. Серебро и золото лежат, а представителями бумажными деньгами пользуются. Деньги разных стран отличаются друг от друга. Но все они отпечатаны на особой бумаге со сложным рисунком. Чтобы затруднить подделку, на бумаге делают полупрозрачные водяные знаки. Когда появились деньги, появились и фальшиво-монетчики, люди, поделывающие деньги. Они изготовляли монеты не из золота и серебра, а из дешевых металлов, поделывали и бумажные деньги. Фальшиво-монетчики вредные для государства люди, их строго наказывают. В России самыми богатыми всегда были цари, помещики, церкви. Много денег у капиталистов разных стран, фабрикантов, владельцев шахт, нефтепромыслов, магазинов, плантаций. Все они заставляют рабочих и крестьян работать на себя. Они оплачивают только часть их труда. Остальной труд присваивают себе. Так, например, у одного американского нефтепромышленника Гетти, денег больше, чем получают за год 350 тысяч рабочих. Чтобы рабочему скопить такое состояние, нужно работать 2 миллиона лет. И при этом не тратить ни цента из зарплаты. За счет чужого труда наживают деньги и банкиры. Они дают взаймы промышленным капиталистам. Те на полученные деньги строят фабрики, нанимают рабочих. Присваивая часть их труда, сами богатеют и банку отдают с лихвой. Не меньше денег у попов и монахов. Они берут с верующих деньги за все. За похороны, за крещение детей, за свадьбы. А католическая церковь во главе с Папой Римским имеет свои банки и сберегательные кассы. Капиталисты Англии и Франции, США и других стран долго угнетали и грабили народы колоний. Они забирали всю нефть, золото, драгоценные камни, хлеб, рис, фрукты. Вывозили из этих стран рабов. Продавали их и тем наживали большие состояния. Теперь меньше стало колоний. Но в них еще около 35 миллионов жителей. Они борются за свободу. И ни английский фунт, ни американский доллар не могут этому помешать. В 1915 году русский царь Николай II отчеканил последний рубль со своим портретом. В 1917 году царя прогнали. Россия стала советской. В 1919 году вышел первый советский рубль. Бумажный. А в 1921 году начали чеканить серебряное. В 1923 году выпустили золотой червонец. А знаете, где делают у нас деньги? Монеты в Ленинграде на монетном дворе. Бумажные деньги на московской фабрике «Гоззнак». Этим заняты художники-инженеры, химики и рабочие разных профессий. Деньги и весь золотой запас страны хранят в Москве, в Государственном банке СССР. Госбанк выдает деньги на зарплату рабочим и служащим. Ему сдают деньги магазины, почтовые отделения и другие предприятия. Через него совершаются платежи внутри страны и за границей. Много у Госбанка дел. В каждом городе и районе есть его отделение. Не за какие деньги нельзя в СССР купить рабочую силу или предприятия, чтобы эксплуатировать людей. Нельзя купить землю, водное и воздушное пространство, они принадлежат всему народу. Нельзя купить место в обществе и власть над людьми. Конец. 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 Продолжение следует...